всем привет из сочи с вами канал танюшины орхидеи и сад хотела с вами немножко поговорить еще о листьях листья старые у нас не только на на орхидеях на фаленопсисах но и на вандах вот у меня есть представитель ванды с которым я сегодня хочу повозюкаться немножечко вот видите листик лист это старый я уже рассказывала как определить старый лист от 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 нового вот смотрите старый лист он полностью желтый от начала до конца просто однотонно желтый он здоровый но у ванд как и орхидеи фаленопсисов также при нарастании новых листьев через какое-то время старые листья тоже нужно убирать потому что они желтеют и выглядят вот так вот чем сейчас я и хочу заняться подготовила вот так ножнички щипчики все естественно обработала спиртом чтоб не было никакой инфекции вандачки свои содержу вот так вот сейчас вытащу вот одна корзинка вторая корзинка и прозрачная корзинка с дырочками зацепился корешочек не буду я пока вытаскивать пусть стоит вот так что сейчас в принципе сильно не отличается как убрать лист или с фаленопсиса или с ванды но вот есть один такой нюанс надо обязательно дождаться вот смотрите вот в этом месте сейчас покажу вот видите да вот видите коричневая полосочка вот надо обязательно дождаться чтоб вот здесь вот лист сам стал отмирать она у меня обработана фундизолом вот это вот белое то есть когда мы дожидаемся вот этой полосочки на листике тогда этот лист можно снимать потому что если вот эта полосочка не образовалась вот здесь вот коричневенькая значит мы можем повредить сам стволик а нам это не нужно что мы будем делать попробую одной рукой если получится также обрезаем вот так вот лист особо не церемонимся не отчастные на буду просить помощи вот но и будем обрезать листик сначала я просто его укорачиваю чтобы было удобнее вот укоротили теперь я беру листик раскрываю и надрезаю его вот так в срединке потом беру листик и вот так вот ниже показывай вот так вот он отлично отходит но когда мы дошли вот до этой части здесь желательно опять укорачиваем где-то вот здесь вот как вот так вот будет удобнее укорачиваем и делаем вот такие надрезы лучше побольше вот я делаю четыре-четыре-пять надрезов и теперь удобно ближе удобно вот так вот берем и вот так просто потихонечку не спеша доходим до низу и тянем вверх все главное делаем еще не дошла до низу вот дошла и аккуратно тянем вверх у вант более толстые листья немножко приходится приложить усилия но в принципе ничего сложного вот смотрите дошли до основания стволика и тянем аккуратно вверх все вот что у нас получилось сейчас покажу ближе немножко то что зеленое это совершенно нормально сейчас я отделю все остальное и покажу что получится вот так вот я сняла с этой стороны уже поворачиваю сейчас показываю показываю сняла вот здесь и у меня вот здесь смотрите есть корень что мы делаем дальше чтоб не повредить вот этот корень при снимании листика очень важно сейчас я возьму орудие очень важно подлезть пинцетиком или чем-то вот видите вот сюда есть такой промежуточек очень удобно одной рукой вот так вот подлазим очень удобно одной рукой то есть нам нужно немножко отсоединить корешочек чуть-чуть отлинуть ближе попросила уже подержать телефон вот смотрите немножко вот здесь вот я туда залезла отделила теперь мы берем листик отделяем вот здесь вот вверху сейчас фокус деляем вверху аккуратно также тянем надо постараться обязательно попасть вот в этот вот проем вот все основное сделано теперь аккуратно с двух сторон тянем вот в стороны все корень прошли теперь такая же также будем отделять вверх пинцетик чтобы он не не мешался до низу и тянем вверх аккуратненько нет надо разрезать еще раз ножницы не взяла раз можно разорвать еще раз разрываем доходим до низу и тянем вверх еще не дошла чуть-чуть вот все тянем вверх то же самое проделываем со вторым кусочком вот так вот получилось то же самое теперь поворачиваю орхидею и и с другой стороны также вот здесь еще цветонос у меня также отодвигаем в эту сторону аккуратненько где-то что-то чуть-чуть под застряла конечно когда много цветоносов всегда сложно вытащить ну мы будем пытаться мы не сдаемся вот попросила уже подержать вот с этой стороны тогда подлазим от цветоноса вот так вот отделяем вверх разделяем разделяется отделяется там вверху когда мы убедились что дошли до конца стволика также аккуратно тянем вверх надо еще разодрать мельче потому что вот всегда когда около цветоноса очень плохо отрывается вот еще разделала разок еще раз дошли до основания уперлась и так пальцем и тянем вверх и второй кусочек также вот видно да что у нас получилось не бойтесь что вот здесь немножко вот так вот остается такое местечко ничего страшного если вы боитесь что что-то может произойти замажьте или фундизолом каким-нибудь или максимом кому что больше нравится вот вот этот кусочек я тоже сейчас оставшийся до уберу в ту сторону и в принципе у нас получилось вот так вот красивенько вот эта полосочка говорит о том что скоро может быть придется убирать и следующий лист но пока он еще держится хорошо пока он еще зеленый убирать дальше ничего не будем вот такая сандарианка моя она у меня стоит на солнечном месте и сейчас я вам покажу поверну вот с той стороны как они загорают вот видите вот такой фиолетовый цвет это загар это нормально ничего страшного вот если будет более прям сильно вишневый тогда лучше притянить а вот когда вот такой слабый загар это даже полезно для цветения будет больше цветочков вот такая у меня красоточка получилась видите да даже след остался от старого листа более светлый но это нужно делать обязательно потому что у вант больное место стволик и его надо постоянно держать на контроле то что вот он такого цвета и замазаны это ничего страшного это у вант такой скажем так ну состояние нормальное я почему замазываю тоже переживаю что тут не дай бог где-то не было каких-то гнили и чего или еще что чего то потому что у меня достаточно влажно вот так у нас получилось меня часто спрашивают какое количество корней нужно чтобы орхидея себя хорошо чувствовала ну давайте посмотрим какое количество корней у моих орхидей я сейчас ее поливаю посмотрите какое количество корней естественно со всех сторон корни у меня хорошо растут потому что я им даю много воздуха видите у меня наделано очень очень много дырок в горшках потому что орхидея все таки дети воздуха вот так вот я ее поливаю и что еще очень важно делать чтобы было побольше хороших корней это орхидея старая у меня она постоянно цветет вот сейчас даже видите она стала доращивать орхидея розовая поэтому цветонос розовый стала доращивать вот здесь и боковое ответвление и еще один цветонос я обрезала покороче и я думаю на нем тоже что то скорее всего появится так вот что очень важно чтобы было хорошее количество корней важно чтобы они хорошо раскукливались а у нас очень часто вот смотрите у меня в данный момент листик вот этот вот он старый видите он полностью однотонно однотонно желтый мягкий это старый лист вот такие листья надо обязательно убирать полностью и тогда мы открываем место откуда могут у нас появиться корешочки если мы этого не делаем то очень часто корни не могут пробиться через остатки старых листьев и там закукливаются и все и тогда мы не можем получить хорошую корневую здесь вот старый цветонос я срезала подлиннее пока оставила из того расчета обычно я срезаю чуть короче из того расчета что скорее всего я буду наверное скоро пересаживать и за старые цветоносы иногда удобно закреплять орхидеи видно лезут новые корешочки вот там вот и сейчас я буду убирать этот старый лист вполне допускаю что под ним уже будут молодые корешочки ну вот я убрала старый лист видите убрала его полностью и теперь молодым корешком ничего не будет мешать они могут спокойно себе лезть потому что чаще всего формируются новые корешочки именно где то вот в этих местах вот здесь вот и поэтому очень важно чтобы здесь не было старой коры не коры а старого листика и еще один плюс когда нету старых вот этих вот чешуек от листиков очень часто туда залазят вредители и их сложнее обнаружить здесь даже чуть чуть еще не доубрала потом уберу и их сложно обнаружить и они там начинают свои вредительские дела поэтому всем советую убирать все старые листья чтобы мы видели хорошо шейку чтобы она была здоровая и орхидейки не заглубляем вот это конечно немножко уже переросла поэтому я и задумалась о том что ему нужно будет не знаю может быть впереди или уже может просто пересажу об этом мы поговорим в следующем видео видео как я снимаю лист у меня есть я его наверное вставлю в ниже надеюсь вам понравилось может быть кто-то возьмет себе на заметочку и воспользуется моим опытом всем пока пока подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии если кому-то что-то непонятно всегда с удовольствием отвечу всем пока пока